Привет, друзья! Проделана огромная, конечно, работа по Клондайк. Я очень доволен проделанной работой. Этот ролик такой, ну, масштабно-объемный, у меня последний. Конечно, будут маленькие ролики какие-нибудь хайповые, будут стримы по обновлению игры, но у меня подписано на канал 40% зрителей. 40, 60 не подписано. Конечно, я перейду в какую-нибудь другую схему. Вас я никогда не брошу, потому что проделанная работа максимальная. Больше уже просто проделать нельзя. Это очень меня радует, что я сделал все-таки и вложил все, что мог. Подписываемся на канал. Какая-то мне нужна мотивация, и я буду где-то искать нового зрителя. Более благодарного, который будет подписываться на канал, и мне будет считать просмотры. Конечно же, конечно же, мы здесь, чтобы были просмотры, а чтоб их не списывало. Ролик этот для новичка. У меня с вами в этом ролике шансы были абсолютно равные. Никаких расхождений. Все на равных. Потому что энки сбросить нельзя. Рогая, конечно, я не могу использовать. Это нерационально, и это будет неправильно. Всем к просмотру. Пишем комментарии. И всего вам хорошего. Приятного вас просмотра. После того, как мы разожгли огонь в Гринли, нам доступен кальдос. Конечно, при всем своем желании в Берн вылететь я не могу. У нас кальдос. Ну и если кальдос, влетаем в кальдос. А с Гринли вы решаете уже сами. То ли его оставить, то ли его забетонировать, и оставить вместо него кальдос. Это уже как вам заблагорассудится. Я... Да мне лично все равно. Итак, идем мы по кальдосу. Все равно, потому что это твинок. Ну, в принципе, оставил бы кальдос. По сути. Ну, на кальдосе я провел где-то около 10 минут. Вместе совсем все про все. Построен этот склад. Все у нас есть. И теперь же проверяем Беорн. Беорн мы не можем отправиться, потому что у нас следующее берег Инти. Берег Инти. Ну, так как я и говорил, что вы можете отправиться туда, куда не нужно. Ну, туда можно. А вот куда нужно, туда вот нельзя. Отправляемся мы на берег Инти. Вот наш берег Инти. Чудесно. Ну, и тут пройти, тут тоже, ну, как бы, ну, нужная локация, потому что здесь можно делать молотки. И пробыв на берег Инти всего несколько минут, ну, вот совсем чуть-чуть, я добрался до самого нужного бартера. Это можно создавать молотки. Все я вам расскажу потом. И еще раз говорю, это только для новичков. И, конечно же, я создам на берег Инти поселение. Теперь нам доступен Беорн. Наконец-то. Наконец-то. После берега Инти мы можем вылететь на Беорн. Вот. Мы прилетели. 30 энергий нам дали. Спасибо, конечно. Огромное. Ну, и здесь так же совсем делать нечего. Всего несколько минут. Почему я так рвался в Беорн? Я вам расскажу, конечно же, по ходу ролика. Открыли мы алтарь. Все. Теперь доступно южный предел. Следующее. Хорошо. Дали три изумруда. Спасибо. Значит, алтарь здесь находится. Чтобы его открыть, нужно два рычага. Вот первый рычаг. Вот второй рычаг. Локация пройти. Ну, ее. Ну, прямо играючись. Очень сильно быстро. Весь материал у вас уже есть. Здесь нужно две стены создать. Проскочить сюда. И, ну, как говорится, сказке конец. Очень сильно все быстро. Без никакой мороки. Вот рычаг. Еще раз показываю. И вот рычаг. Рычаги, конечно, это самое сложное. Они здесь. К чему вся тряска именно в Биорн? Потому что здесь можно сделать изумрудную долину. Мы делаем изумрудную долину. И все. Еще раз говорю. Шансы у нас с вами, с новичками, равные. Потому что я здесь тоже новичок. И идет в ход все. Ну, то, что может пойти, конечно же, в лабиринтах. Итак, у нас открыта и Золотая лихорадка, и Южный предел, и Грозовой каньон, Сола, Дюна. У нас все открыто. Лормут, ущелье Роксмор, Махаон, Челкут, Крути и Гриндей. Именно это. Вот у нас уже Стрэнджи есть, Холдендейл. Вот после этого у нас и Хартвуд тоже открыт. Открыто как бы все. Конечно, кроме Медведя, но Медведь это совсем другая история. Нас интересует только Гриндей. Больше ничегошеньки. Хотя можно было закрыть эту локацию сразу, чтобы мы вылетели с нее. Но дело в том, что всему свое время ее тоже закрыть. Она, как таковая, не нужна. И вот наш Гриндей. Долгожданный этот Гриндей. Маршрут этот, что я показываю, для новичка просто необходимая находка. И дальше здесь, конечно, сложности, потому что здесь нужно через Махаон. Но мы, надеюсь, эти сложности порешаем. Вот наш Гриндей. Вот она дорожка. Быстренько можно вот так вот подбежать к школе. Но у нас есть тормоз. Тент мы открыли, шейфер открыли, а вот локированное дерево, оно у нас на южном пределе. Ну, 100 изумрудов отдавать как-то вот, ну, грустно. Грустно как-то отдавать 100 изумрудов, потому что у нас есть телескопы. Мы имеем такое стремление обойти Махаон. Поэтому южный предел нам вылетать в любом случае. Дорога в никуда. Это точку. Но здесь мы можем делать лакированное дерево. Сейчас я пробегу по южному пределу. Путешествие по южному пределу вообще ничего не составляет. Прямо пройти, построить здание. Все. Создаем мы нашу лакированную дощечку эту. Забираем ее соответственно в санке. Все у нас здесь сделано и вылетаем мы опять в наш гриндей. Вот она доска. и осталось 5 телескопов, 3 печи и 1 механизм. Телескопы мы сразу покупаем, применяем, а остальное сейчас мы привезем. Всего-навсего 3 печки и 1 механизм. Конечно, выполнить все квесты, чтобы закрыть это все дело на поселение. Итого, мы создаем школу. Готово. Теперь мы выгружаем все с санок и у нас доступен бартер. Конечно, мы к нему шли. И здесь мы еще создаем Мертвое море. Ну, в принципе, даже можно, если не хотите голову морочить, то 10 изумрудов отдать, дать шпона и все. И так же ж вы Мертвое море. Ну, мы шли сюда именно по это. Ну, или вы летите, конечно же, по маршруту. Маршрут, я вам говорил, где находится. Создаем мы набор гения. Ну, сложно. Крыло мы создаем в ювелирной мастерской. грузим набор гения и везем на станцию. Все! Все! Вы обеспечены в игре для роста. Вот они, сундуки наши. Сгриндей набор этого умника. Ну, гайд будет неполным, потому что есть одно но. И я вам предлагаю еще полететь в коготь. В когте, конечно, там уже будет. Гайд полный совершенно. И я вам расскажу именно чем. Вот этих вот сундуков с гриндей я открываю. Мне хватит здесь блинчиков плюс 15 энергии развалить весь этот коготь. Всего-навсего с одного раза, тот, что я набрал только что в гриндей. Один раз и мне их хватит. Сейчас я их все соберу и мы летим в коготь. Блинчиков ушла даже половина. Половина осталась. Вот здесь у нас просто дорожка к когтю. На когте нам доступен основной бартер. Самый основной тот, что нам нужен для хорошей, комфортной жизни в игре. Это дробить малахит. Молотки нам уже доступны, нам уже все доступно совершенно. Рекомендую эту локацию вам оставить для хайпа, если вам нужно, пока вы пройдете квестовую линейку. Квестовая линейка здесь очень даже не из простых. Теперь мы делаем поселение. Есть у нас поселение. Бартер у нас остается совершенно 150 раз покормить собак. Вы представляете, это просто с ума сойти. И я еще настрою кучу инфраструктуры, потому что нужно было очень быстро. Но если неспешно и спешить некуда, а спешить действительно вам некуда, то вы все сделаете не спеша. за то, что мы прошли все в этих двух роликах очень сильно быстро, конечно, нам система дала кое-какие подарки. Что-то забетонировалось, что-то не забетонировалось, что-то я оставил, просто не хотел бетонировать. я понимаю, что оно не пригодится, скорее всего, на этом аккаунте, но это то, что можно взять с этого. Также мы получили Sunrise рулетку, в которую мы никогда ничего не выиграем, но тем не менее, она есть, как и все рулетки. Приз 20 глины, но они все так и дают. Не я их накручивал. Вот. Берег Инти у нас здесь есть тоже. Это все, что мы получили. Делать мы можем эти жемчужины. Сколько угодно, сколько нам вздумается. Также мы получили станцию Индим очень топовую, я вам скажу, весьма топовую, где можно даже из рыбы делать лошадиный корм и продавать лошадиный корм и иметь кучу монет. Станция Индим очень рекомендую всем. И наконец-то мы закрыли коготь. В когте есть проблемка, есть. Там нужны колеса деревянные. Остальное все у вас открыто и все. Ну, колеса можно купить или у кого-то попросить. Можно договориться. Это вообще без проблем. Колес нужно 10. вот он наш шар духов леса. И неужели теперь мы можем это тот что дробленый высыпался у нас гриндей. Ну, один раз мы открыли коробки всего на всего. Потому что теперь нужно изготавливать крылышки. Вопрос с крылышком. Крупный малахит мы дробим. Ну, и что-то у нас все равно получилось. Теперь неужели у меня будут груши? Неужели? Неужели это все можно посносить? Вы видите, сколько я инфраструктуры настроил, чтобы быстро пройти квесты? Итак, открываем наши подарки. Вот такие подарочки за прохождение то, что мы быстро прошли. Ну, это все я сказал вам в самом начале ролика. Сделать это можно гораздо быстрее. Шансы у нас были равные, потому что этот уже новичок и у меня нет. Нет у меня энергии здесь. Ее просто нет. Откуда ей браться? Потому что это твин. Ну, как мы видим, подарки довольно-таки хорошие. Вот. И динамит, и все, и энергия. А ну, больше нам ничего такого не выпало интересного. Ничего. Абсолютно. Ну, да и ладно. Факт том, что у нас все есть. Теперь мы все делаем. Привезли мы достаточное количество благодаря Гриндей. Малахита, подушки это ж, ну, мне вам не рассказывать. И вот, да, кстати, их не хватает. Малахит остается. Ну, подушки нужно делать. Ну, тут уже ничего не сделаешь. Потому что подушки нужно делать. Ну, тем не менее, у нас 262 ящика груш есть. Вылетаем на станцию, и у нас есть груши. Ну, это основной момент, который всех интересует. все очень сильно дешево, легко, доступно. Высыпаются у нас груши. Ну, как вы понимаете, у меня их просто и не было, откуда бы они были. Вот, мы забрали грушки, теперь приходим в птичник, и мы сталкиваемся у нас 27 почти тысяч грош с одного прохода. Пока эти груши кончатся, конечно, накрутятся крылышки и накрутятся подушки. И все у вас есть, и вы уже полностью, как говорится, обеспечены, и вам ничего не нужно. Расход минимальный, абсолютно. Все у вас доступно, поддерживаем видео лайком. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, и до следующего стрима в обновлении игры. Или когда-нибудь будет, конечно, какой-то хайповый ролик.